Практическая психология Поняли, что вы занимаетесь именно тем, что действительно вам нравится Это было порядка 10 лет назад Так как у меня базовое педагогическое образование И я всегда с детства мечтала передавать свой опыт Помню себя в детском саду, когда своих ровесников пыталась чему-то научить Как правильно садиться, держать ложку Прямо такое воспоминание Человек же начинает помнить себя с определенного возраста У меня это было примерно 8 лет И вот лет, наверное, уже 10 назад я осознала, что хочу раскрывать таланты Вообще вкладываться в развитие человеческого капитала Для меня это с каждым днем в связи с определенными обстоятельствами Которые мы сейчас видим происходят Они становятся все более и более актуальными Поэтому вот поиск моего призвания произошел порядка 10 лет назад Замечательно Вот тут совсем недавно смотрела мультфильм, который называется «Душа» И там рассказывается, да, очень через такие красивые образы Поиск искры, чтобы человек был счастливым И одна из таких искр, она ведь может быть где угодно Ты можешь быть счастлив в семье, можешь быть счастлив с друзьями Но одна из искр – это именно призвание То есть то, что тебя вдохновляет И вдохновляет ли то, чем ты занимаешься Вот какие у нас сейчас особенности в современном мире? Почему все чаще и чаще мы говорим про то, что было бы неплохо Поискать свое призвание не где-то после 40, да, а может быть Нащупать раньше Да, но еще быть намного раньше Ну, опять же, если говорить о той классической модели, в которой нашего советского детства Когда мы очень четко понимали, что после окончания школы мы поступаем в ВУЗ После ВУЗа мы идем либо на предприятие, опять же, от своего профессионального самоопределения Либо мы идем учительствовать школу, либо врачевать в медицинское учреждение То сейчас модель вообще профессиональной деятельности, она становится очень гибкой и меняется Ребенку на определенном этапе, если мы говорим о дошкольном возрасте или школьном возрасте Важно попробовать себя в разных сферах, социально опробовать, социальные опробы, так называемые Для того, чтобы нащупать, где же эта вот искорка, она есть От чего ребенок кайфует, а не так, что мама сказала, мы сегодня идем на Хикасинкай Либо мы идем с тобой заниматься в музыкальную школу А ребенок при этом начинает неврастенически плакать или выражать другим способом свое недовольство Поэтому здесь важно слышать и видеть, опять же, историю успеха Где ребенок показывает свой уровень достижения Поэтому и в системе дополнительного образования Вообще сейчас я вижу модель такого непрерывного образования Мы не говорим о том, что мы закончили ВУЗ, поступили на службу Как я всегда нашим студентам Политехнического института говорю Что есть два трека профессиональной деятельности Это работа по найму и работа на себя Вот ты должен четко понимать, работа по найму Какие тебе нужны компетенции при этом Какие здания, умения, навыки ты должен сформировать уже на выходе Либо работа на себя Но здесь же опять есть определенные риски, которые тоже мы для себя понимаем Поэтому жизнь, особенно последний год, с которым мы столкнулись Показал, что вызовов будет все больше И поэтому особое внимание необходимо родителям Либо будущим первоклассникам, либо будущим пятиклассникам Или тем, кто находится на пороге получения аттестата в школе Уделять особое внимание не только развитию профессиональной компетенции Когда уже профессиональный упроба ты прошел И понимая, что да, я хочу быть врачом Да, биология это мой конек, предмет на область Да, или это меня так воодушевляет, да? Что же многие дети говорят? Да, да, вот это искорка Но и уделять большое внимание развитию личных компетенций Почему сейчас крупные корпораты, такие как Росатом, Сбербанк, Сбер Они как раз и говорят о том, что если выпускник вуза пришел И у него там сформированный набор вот этого стрессовоустойчивости Умение управлять командой, управлять проектами То это наш клиент А вот эти навыки, в принципе, должен ребенок уже начинать нарабатывать со школьной скамьи Да, я даже думаю, что с дошкольного возраста Когда там у нас же сейчас дети, они же цифровые Но я думаю, что ни для кого, уважаемые родители, не секрет Что ваш юный дошкольник в возрасте 6-7 лет Может показать, как он круто владеет Ютубом И я даже знаю таких дошкольников, у которых есть свои собственные каналы И они их даже пытаются там где-то раскрутить Вот это тоже предъявить себя миру И чтобы, это про вопрос опять Как я себя чувствую О чем я заявляю этому миру Даже там, как ты сказала правильно В 6-7 лет Или там в 17 И для них очень важна Уважаемые родители, опять же, обращаясь к вам Не лишайте ребенка и детства И в то же время этого цифрового мира Он им необходим Да, есть свои ограничения, которые мы должны понимать По физиологическим особенностям, там ограничения Но, тем не менее, дети другого формата Дети кнопки То есть мы не должны превращать вот все это, гаджеты, да, в зло для них Это мы понимаем, что это инструмент Это инструмент Их социальной адаптации И социализации в первую очередь И в то же время этим инструментом владеть им придется в жизни Но главное нам, как родителям, грамотно научить пользоваться Да, и находить Самое важное, наверное, вот вы задали вопрос О том, что какие же навыки С какими же там определенными обстоятельствами Как меняться Нам постоянно придется И мы будем видеть, что нужно было добывать информацию Уметь пользоваться ресурсами Уметь находить эти ресурсы И чем раньше в возрасте, там, дошкольного, школьного возраста Мы научим детей добывать эти ресурсы Тем, наверное, счастливее он будет в последующей жизни У него не будет такой ломки Что кто-то пришел и поставил ему задачу Самые востребованные специалисты Знаете, Надежда, кто? Это не те, кто умеют быть исполнительными А те, кто могут быть инициаторами То есть это вот, если, например, брать по психогеометрии Это такие зигзаги, креативщики Которые говорят Так, вот смотрите, есть идея Сам ее не смогу реализовать Сейчас надо быстренько собрать команду Которая обязательно это доведет до конца Прямо инициатива Это становится таким востребованным С точки зрения профессиональной деятельности Среди работодателей Если мы говорим уже о будущем О том, что в любом случае Мы ведь в обществе То есть нам необходимо будет трудоустроиться Даже если сейчас я хожу в школу И тем не менее Инициатива И сразу же всплывает, что Инициатива в нашей стране Всегда бывала наказуема Это было в то время Это было в то время А сейчас все по-другому? Конечно Мы видим о том, что помимо предметных компетенций Которые формирует школа И опять же Многие ребята мы видим, что Не с особым желанием Говорят о том, что Зачем я хожу Когда я могу добыть информацию Все здорово Вот у меня прямо последний месяц Именно такие идут подростки Которые говорят, что Я спрашиваю, школа, знания Которые ты получаешь Оценки, которые ты получаешь На каком месте в приоритете Они говорят, что? Вот там, в самом-самом Потому что школа Это отстой Который только вообще может быть Причем дети абсолютно интересные Яркие То есть у них наполненная жизнь То есть дополнительными Какими-то моментами И вот просто вот та школа Которая вот эта скучная Нудная Неинтересная Непонятная Чему учащая То есть вот Прямо формируется такое поколение Это есть Мы такую тенденцию тоже замечаем Но здесь я немножко так встану В защиту нашей школы Школа проходит трансформацию Я думаю, что в ближайшие 5-10 лет Мы увидим сдвиги Эти трансформационные сдвиги Благодаря нацпроектам Которые есть Национальному проекту образования Там сейчас идут огромные сдвиги Пластов Именно трансформации учителя Учителя будущего Есть конкурсы Опять же, всё зависит от того Если у тебя, конечно, есть уже Профессиональное самовыгорание И ты понимаешь, что Двигаться дальше И давать И что-то впитывать И тем более транслировать Ну тогда надо, наверное, вопрос задать На месте ли ты Да Но вот к моей большой радости Общаясь с педагогами У нас в рамках Политехнического института Есть направление Развития инженерного образования И мы видим, что Опять же, в рамках нацпроекта Успех каждому ребёнку Открываются точки роста Это такие, будем говорить Места, где ребёнок Может попробовать себя В профессиональной деятельности Именно с технологической С технической точки зрения И здесь, наверное, я, уважаемые родители Обращусь опять к вам С точки зрения На подумать Вот здорово Когда ребёнок посещает Музыкальную школу Да, музыкальная школа Уже ни для кого не секрет Это развитие музыкального слуха В том числе И развитие математического мышления Да, там нота Нотная грамота И всё остальное Это очень здорово И хорошо Спортивные секции Посещать нужно Эта здорово-сберегающая технология Опять же, пандемия Дала нам возможность Задуматься А что же для нас Есть здоровье Конечно Да, то есть мы как-то Об этом, ну там Ходили в спортзал Посещали занятия Где-то там Но не было так приоритетно Да, да, да Как за последний год Мы стали понимать Что вот здоровье Это наш ресурс Опять же, да И нужно уметь Управлять этим ресурсом Нужно направлять его В нужную степень Чтобы когда придёт Очередная пандемия Я так понимаю Что вирусологи С иной согласятся Но это не последний бум Который был С которым человечество Столкнулось И уже подрастающие поколения Не будут знать Каким образом Дальше трансформироваться Поэтому у школы В рамках развития Национальных проектов Я думаю Что 5-10 лет Мы увидим другую школу Очень хочется в это верить Потому что ещё я В школе училась Говорили про реформы Я уже школу Давным-давно закончила А реформы Всё продолжаются И мы ждём результатов Они будут продолжаться Мир бестотечен И нам важно Наверное ещё Уважаемые родители Детей Учить вот такому навыку Как умение работать Вне определённости И быстрой смены задач Я думаю Что уважаемые взрослые Вы столкнулись сейчас Сейчас и взрослые Не каждый сможет С этим справиться Но действительно Будущее за нашими детьми И поэтому Этот навык будет Очень важен А если ещё в семье Это всё отрабатывается С точки зрения Семейных ценностей То наверное Мы быстрее увидим Результат Чем о трансформации Школы Да Вот опять-таки Я всё по мультикам Я не смотрела Обязательно Обязательно посмотреть рекомендую Потому что отзывы слышу Только положительные И вот вчера Например Мы с группой ребят Смотрели вместе коллективно Мультфильм Головоломка И обсуждали Как бы да У нас там в рамках Такой программы есть Обсуждаем психологические моменты Да И вот Один из тоже важных Очень Из чего состоят Состоит сфера ребёнка То есть да Это могут быть действительно Какие-то увлечения Это ценность семья Это может быть там Самоопределение Кто я Что я Каким образом я Себя увижу в будущем Так вот Как родители могут помочь На ваш взгляд Ребёнку с Во-первых С самооценкой Во-вторых С определением Что для тебя может быть важно Ну и конечно же С выбором профессии Вообще вы считаете Родители должны влиять На все эти сферы Или же они так Тихонечко стоят со стороны И смотрят Ну куда хочешь туда идёшь Ты же человек с нас свободный Хороший такой Каверзный вопрос Мне как к маме То есть что Вообще родитель Кто такой родитель Я придерживаюсь Позиции Что родители Это в первую очередь Наставник Сегодня много говорят И о наставничестве И модели О наставничестве Все возможно Родитель должен быть Неким проводником Не костылём Который идёт по жизни И сопровождает Своего ребёнка В возрасте До нацати лет Это именно Тот человек Кто видит Кто с помощью Я понимаю Что оценить способности Сильная сторона Своего ребёнка Потому что у меня Образование Предположим Техническое Не гуманитарное Мне достаточно сложно Но ведь есть Очень много специалистов Как вы Надежда Кому можно прийти И где можно оценить Эти способности Сильные стороны И посмотреть Вот этот вектор Развития То есть Вот эта головоломка Так у меня сразу Ассоциация С пазлами Что-то Собери себя сам Называется И вот ты начинаешь То есть Ты помогаешь ребёнку И он начинает Исходя из своих Сильных сторон Не забывая Про слабые стороны Себя трансформировать То есть Себя собирать Собирать каким образом Опять же Повторюсь Что есть понятие Непрерывного образования То есть От модели От того Что мы закончили вуз Положили диплом Стали работать Всё отходим Я думаю Что Надежда И вы много раз Рассказывали Что вы постоянно Совершенствуетесь Своей профессиональной Деятельности И программы Переподготовки Повышение квалификации Это будет нашим Всё В сегодняшней жизни Теперь же это Глубокий-глубокий Да Я знаю Что очень многие знакомые Когда началась пандемия Они там написали себе Огромный список Что будут смотреть Вебинары Посещать там Определённые курсы Там ответить Всё на вопросы Кто 100% И наших детей Как наставник Как родитель Возможно Вечером Сесть За чашкой чая Ароматного И посмотреть Дорожную карту Элементарно составить Я думаю Что каждый родитель Может сделать То есть Мы рисуем Первый год развития Что мне необходимо Какие ресурсы найти Какую цель я хочу себе То есть Цель по смарту Я думаю Загуглив Это очень легко сделать Даже непрофессионалу Своей деятельности Там 5 лет Через 5 лет Где я буду В какой точке развития Какие ресурсы Мне необходимы И через 10 лет Это может сделать Каждый родитель Я кстати рекомендую Сначала родителям Попробовать на себе Чтобы потом уже Было легче Это наверное Мы со своей точки зрения Нам кажется Легко и просто Многие родители Проговорить с ребенком С ребенком Да очень важно Ну и самое важное Для родителя Какой бы родитель не был Тот кто выступает В роли наставника Либо тот кто выступает В сторону просто Смотрителя Что вот ты у меня Такой да Ты сам знаешь Сам знаешь Самое важное Это любить И принимать своего ребенка Такой какой он есть Все строится На любви и принятии Дети Это не наша копия Хотя они Многие наши привычки Определенные форматы Да то есть В зеркало Мы можем себя увидеть Но это совершенно Индивидуальная личность И говорить о том Что я хотела бы В будущем Видеть тебя Вот там-то там-то Это наверное Тупиковый путь развития А вообще Какие приходят Ну вот Первокурсники сейчас В чем их особенность Ой Это моя вообще Такая песня С припевом Мы сейчас начнем Ее исполнять Ребята классные Ребята пусть Даже есть Определенные точки боли На сегодняшний день И у нашего вуза У порного вуза Мы понимаем Что ребята Стараются По определенным факторам Возможно Социальным Опять же Проводили Мониторинги Исследования Уезжать С нашего региона Почему-то есть Такое бытует мнение Что там в Питере Или в Москве Я такой крутой И могу Прямо после окончания вуза Социально Устроиться Да устроиться А при этом Опять же Не дисциплины Я не вижу Неопределенных навыков Самостоятельной жизни Нет Ну и многие возвращаются Есть такие Да там вот учившись Это здорово Что возвращаются Есть ребята Которые прямо Потенциально говорят Что нет В Янский государственный университет Мы поступаем сюда Я уже выбрал Определился Биотехнологии Или там например Химическая промышленность Как бы да Приоритетные тренды Там экология Я буду поступать Я буду поступать Да И формировать И формировать И формировать Опять же личную компетенцию Поэтому я всегда Вот за то Чтобы личностно развиваться На протяжении всей жизни Что бывает ли такое Что например Ученик Да Студент Поступив на первый курс Отучившись Понимает Все чаще Которых я рассказывала До этого Которые уже самоопределили Что они будут энергетиками В этой отрасли будут Да Ребята есть Есть даже наверное Большинство из них Встречаются При поступлении Но на сегодняшний день Вот в частности Мы проходили Перед Новым годом Курсы От Тюменского государственного университета От Тюмгу У них уже на протяжении Несколько лет Действует Программа Так называемая Ядерная программа Когда есть возможность Это построение Индивидуальных Образовательных траекторий Опять же Это очень такой вот Тренд И мы будем Видеть И он больше Все больше и больше Так же как и проектная работа В вузах Она будет набирать Приоритет Вот у нас например В институте экологии и химии Ядерные программы Так называемые Они уже имеют место быть Когда первокурсник Пришел Он понимает Что что-то я тут не то Где-то я вот видимо Немножко вот ошибся Химия вроде здорово Или там например Физика это здорово Но когда 7 химий разных Да Да Я что-то тут И как раз На первом курсе Ему предлагают Элективные курсы Это как раз Плюс построение Индивидуальных образователей Элективные курсы С других институтов И у него есть возможность Попробовать Многие студенты Когда опять же К нам на это Искорка там Молния в голове ударила Искорка загорелась Многие уже На втором Третьем курсе Берут и поступают На дополнительную программу И изучают И изучают ее То есть здесь всегда Важно определиться То есть есть опять же Возможность получить Базовое образование Получить диплом О высшем образовании И параллельно Можно заканчивать Там опять же Эту же переподготовку Ну диплом Ты получишь На выходе из вуза Либо ты Карьерную траекторию Профессиональную Траекторию Ты будешь выстраивать Таким образом Что ты заканчиваешь И опять же Берешь элективные курсы Себе набираешь Так называемую копилку Я думаю Что Вятский государственный университет На протяжении Вот ближайших пяти лет Будет двигаться Именно по В этом направлении Да В этом направлении Да Который нам Задал Тюмгу И я знаю Что и вузы страны Они как бы сейчас Поэтому тоже Как бы опережающие Вузы страны Они пойдут В этом развитии И это имеет место быть И это очень здорово Особенно для тех ребят Кто не знают Их ли это дело Да То есть ядерная программа Она позволяет Да Можно попробовать себя Уже других Отлично То есть у тебя нет Вот этой какой-то Узкой направленности Да Ты можешь И там большое внимание Опять же уделяется Вот развитию личных компетенций То есть ты можешь Выбирать там тренинги От разных психологов В этом же вузе Ты можешь выбирать Других тьютеров Которые тебя будут сопровождать И там вот огромное внимание При построении этих траекторий Уделяется именно тьютерской поддержке Именно вдохновлению То есть да Там часто бывает Что ты вот А тут так раз И доброе слово Да И оно вот прямо тебе В ушки запало И ты понимаешь Действительно поддержка Это важная цена Да Особенно во время Вот этого студенчества Да Вообще в образовании Я опять же Вот за тьютериал Причем начиная со школы Начиная Да Со школы До школьников Пока здесь Здесь воспитатель Он и тьютер И педагог Ну то есть такое Триединство Ну что, Света Очень интересно Давайте попробуем Еще перейдем Какие же есть формы Да Какие формы существуют Для раскрытия талантов детей В нашем городе Что мы можем с вами предложить В рамках института Мы уже говорили о том Что помимо спорта Когда достигается Да Есть определенный уровень достижения Я всегда за спорт Не за физкультуру Это тоже хорошо Но спорт Когда ты ставишь себе цель И вот опять же Ты им есть возможность Достигаешь Достигаешь Да И вот ребят Те, кто занимаются И спортом И приходят Например На кружки Дополнительного образования У них вот прямо Вот это стремление Сразу видно Я их называю Достигаторы Да Поэтому музыкалка Спорт Сейчас большое внимание Удивляются Возращиванию Технологических лидеров И наверное Это имеет место быть Потому что Как я говорю Природные ресурсы Они не безграничны Нефть, газ Да То есть Почему бы нам не выходить На новое Технологические рынки И для этого Как раз Мы пытаемся Раскрыть таланты Ребят В этом направлении И дальше их сопроводить Именно в технологическом Конечно Здесь нужно Определенный склад Ума иметь Но он же Опять же Опять Если мы говорим о том Что мы посещаем Музыкальную школу Мы занимаемся спортом Развиваем логику Добавляем сюда В дошкольном возрасте Три С теории решения Изобретательных задач А это и имеет место быть Есть и курсы И родитель Здесь может Самостоятельно В принципе Ютуб в помощь Главное было бы желание В этом направлении двигаться Ну и конечно же Это курсы Именно по дополнительным Общеобразовательным программам Огромное множество В городе Кирове У нас сейчас И Кванториум Сейчас помощь Как раз Ребятам Я сам для себя В нашей деятельности Открывается Только наверное Нашего города Нашей области Ну и вообще И вообще в стране В целом В нашей молодежной политике Дайте ее группу Шоу Все что касается Кстати Сегодня же 8 февраля Сегодня день День науки И вообще уважаемые слушатели Я поздравляю У нас в этом году Владимир Владимирович Наш президент сказал Что год будет науки И новых технологий Поэтому очень надеемся Что здесь будет Огромная поддержка В этом направлении Чтобы мы опять же Могли раскрывать Потенциал наших ребят Поэтому 13 февраля В 12 часов дня Встречаемся В группе ВКонтакте Там будут все ссылки На Zoom Там ничего регистрироваться Не нужно будет Просто нажать кнопочку Просто поучаствовать Посмотреть И примерить на себя Да Примерить на себя Подходит Не подходит Поучаствовать Будут квиз Будут конкурсы Можно даже заработать Подарки и призы От наших партнеров Отлично Поэтому возможность Провести субботу С 12 часов дня До 5 часов вечера В свободном лайтовом формате В домашних условиях С всей семьей возможно То будем рады Но единственное Что сказала про регистрацию Нет, регистрация нужна будет Предварительно Поэтому группа ВКонтакте Демо день Киров 13 февраля Заходите Будем рады видеть всех Спасибо большое Сегодня мы говорили О поиске призвания Из Светлана Царицына Заместитель директора Политехнического института ВИАДГУ Мне в этом помогало Света, спасибо вам большое До новых встреч И пусть наука процветает Да И пусть каждый ребенок Найдет свое призвание Свою искорку Это была программа Практическая психология Всем любви, здоровья и счастья Практическая психология Практическая психология Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин